Глубоко уважаемые коллеги, добрый вечер! Я рада всех приветствовать уже на восьмой передаче проекта «Культурный код. Медицина и искусство». Сегодня ночью перед окном наконец-то нам поставили долгожданную елочку. Для меня лично это значит, что начался обратный отчет к Новому году. Значит, надо погружаться в новогоднюю суету, поэтому моя двойная благодарность всем тем, кто нашел возможность, желание и очень дорогое время поприсутствовать сегодня на нашем проекте. Сегодня мы будем говорить об очень интересных темах, которые так или иначе связаны с общением с пациентом. И первая тема связанная с комплоентностью. Но начнем мы говорить про волшебные буквы. Буквы бывают разные. Мы будем говорить о трех важных буквах как в искусстве, так и в медицине. В искусстве это три буквы «Д». Первая – «death» – смерть, «dead» – долги и «divors» – развод. Именно это я сейчас перечислила главные причины для продажи предметов искусства. И если бы не было этих трех важных букв, ну и, например, долгов, как у одного из банков, Эрмитаж никогда бы не получил картину Казимира Малевича «Черный квадрат», одну из авторских копий 1930 года. Поэтому в Санкт-Петербурге теперь таких две. Одна в Русском музее, вторая в Эрмитаже. Мы бы не увидели картину Соломеи с головой Ана Крестителя Питера Пауля Рубенса. Ну или и одной картины из серии Клода Мане «Заходящее солнце». Уважаемые коллеги, да, сейчас, наверное, ну, можно говорить о чем угодно, но мы здесь о медицине. Поэтому давайте вспоминать, какие в медицине главные буквы. Мы с вами живем в эпоху медицины 4П, по крайней мере, с 2018 года. Вероника Игоревна Скворцова, тогда министр здравоохранения, сказала, что мы должны двигаться к этой медицине. Да, и мы выучили новое слово «партисипативность» одной из П. Но есть и П проблемные. Проблемные 3П в медицине – это полиморбидность наших пациентов, полипрогмазия. И третье П, по-русски, приверженность пациентов к лечению. Но нам уже с 70-х годов стало более привычно слово «комплайенс». Экспонентальный рост, как вы видите, да, публикаций огромное количество. Но, несмотря на это, до сих пор точно не определено, а что же такое этот «комплайенс». Кто-то говорит, что это своевременный прием лекарств, или прием лекарств полной дозе, или соблюдение рекомендаций по образу жизни и диете. Сначала слово «комплайенс» полюбили – красивое, новое. Но так как он подразумевал именно точное выполнение пациентам всех врачебных рекомендаций, стало понятно, что оно не очень-то демократично. Я напоминаю, что мы пытаемся отойти от патерналистической модели общения врач-пациент, которая очень была признана в Советском Союзе, к партнерской модели. Поэтому все чаще в иностранных публикациях стало звучать понятие «приверженность» или «adherence». Это в большей степени степень, не прям точное-точное соблюдение, а степень, с которой пациенты следуют указаниям врача о времени, частоте, дозировке при приеме лекарственного препарата. У наркологов, психиатров более популярно слово «конкордантность». У нас оно не так часто используется. И персистенция – это как раз русскоязычная литература, и как упорство в лечении, или непрерывность лечения, или терапии. Уважаемые коллеги, никаких согласованных международных оценочных тестов для понятия «какая же здесь комплоентность» не существует. Условно принято, что самое простое – это использовать индекс приема препаратов. Для этого нужно число дней приема полной дозы разделить на длительность всего периода наблюдения. И опять же, очень условно, это как согласительная цифра, принято, что если пациент принимает более 80% назначенной терапии, то у него очень хорошая приверженность, или высокая приверженность. Менее 60% – низкая. Почему я говорю, что это очень условно? Ну, давайте представим себе ситуацию, связанную с контрацепцией. 80% – да и 81%. Ну, это явно не те показатели, к которым мы стремимся при данной ситуации. Или, например, в ситуациях с антиретровирусной терапией. Здесь 80% мало, нам надо 98% – 100%. Как можно оценить, вообще принимает пациент препараты или нет? Ну, самый простой метод – спросить. Самый дешевый метод. Действительно простой, но крайне не объективный. Если вы спросите у пациента, принимает ли он назначенный препарат, ну, я могу предположить, что 9 человек из 10 скажут, что да, принимаю. Можно посчитать. Препараты, например, вы выдали, ну, и пациент вам сколько-то возвращает, как, например, в клинических исследованиях. Да, это простой, но на самом деле у нас не будет никакой информации об истинном количестве принятых препаратов и вообще соблюдал ли он режим их приема. Казалось бы, да, почему бы не измерять концентрацию препаратов или метаболита в крови или в моче? Да, можно. Но, опять же, мы только докажем, что препарат попал в пациента. Но в каком режиме, мы не узнаем. Ну, есть электронные мониторы. Ну, здесь основной, конечно, минус – это высокая стоимость контроля. И, опять же, если пациент нажмет на кнопочку, что он принял препарат, это совсем не значит, что он на самом деле его принимал. Что используется во всех клинических исследованиях? Ну, или в каких-то работах, например, там, диссертационных или исследовательских. Конечно, тест Мориски-Грина. Прекрасный тест. Четыре вопроса. Забывали ли вы когда-то принимать препараты? Да, нет. Относитесь ли вы невнимательно к часам приема лекарств? Да, нет. Если вам было хорошо себя чувствовали, не пропускали ли вы прием препаратов? Да, вопросы не праздные. Давайте вспомним ситуацию с гипертонической болезнью. Я думаю, что каждый слышал, что вот я месяц попринимал, у меня давление вечером нормальное, зачем вечером принимать? Или статины. Принимал-принимал, сдал анализы крови. Так все же нормализовалось, да? Надо отменять. Ну, и четвертый вопрос. Если вы чувствуете себя плохо после приема лекарств, не пропускаете ли вы следующий прием? Плохо пациент может себя почувствовать буквально в первую минуту, например, после приема антибиотиков. Плохо он себя может почувствовать, еще прочитав инструкцию по применению данного препарата. Поэтому тоже тест достаточно такой обтекаемый. Но если пациенты ответили нет три раза, считается, что они уже привержены. Ну, то есть те же 75%. Какие основные факторы, которые снижают комплоентность? Ну, если у пациента есть четкое убеждение, что только растительные препараты – это добро, народная медицина – это хорошо, а лекарство – это химия, это яд. Если пациент отрицает наличие у себя заболевания – гипоназогнозия или аназогнозия, ну, это определенная категория тоже пациентов-стойков, таких с советским прошлым, вы, может быть, сталкивались с ситуацией, когда пациент приходит на прием и гордо заявляет, «Я к врачам не хожу», и ты понимаешь, что плюс 50% времени к приему, и это будет не один диагноз, даже предварительный. Если уже зафиксированы побочные эффекты терапии, если препарат как-то сложно принимать, ну, там, каждые 4 часа, да, к примеру, это сложно, или, там, строго за полчаса до еды, там, или строго через час после еды, при наличии депрессии, если у пациента нет мотивации, потому что он не чувствует каких-то проявлений заболевания, с этим мы сталкиваемся, например, при неалкогольной жировой болезни печени, печень не болит, а ЛТСТ могут быть неповышенные, зачем, да, принимать препараты, да, еще курсом на 3 месяцев, при длительной терапии, при шизоидных чертах личности и одинокие больные, Что мы знаем про комплоентность? В среднем по медицине считается, что колеблется комплоентность от 20 до 57%, в гастроэнтерологии это где-то 50%, и я бы сказала, что это еще хорошие цифры. Самая высокая комплоентность, это порядка 80% и более, наблюдается у пациентов в первые полгода после инфаркта миокарда, и у пациентов, которые находятся на антиретровирусной терапии ВИЧ, если они сами дошли до спеццентра. Уважаемые коллеги, понятие комплоентность зонтичное, оно включает огромное количество моментов, да, и составляющих. Мы только что их обсудили, некоторые из них, на что обычно не делают акцента, а мне хотелось бы это сделать, на мотивации врача, мы должны, ну, самый яркий проповедник, да, который истинно верует, и хочется слушать человека, который вовлечен, да, как минимум в то, чем он занимается. Я думаю, что всем знакома ситуация, да, когда мы оцениваем парикмахера по внешнему виду, мы, так, женщины уж точно ненароком посмотрят на маникюр их специалиста, там, или косметолога, да, или специалиста по маникюру, также и с врачом. Что я имею в виду? Классическая ситуация, связанная, например, с хеликобактерной инфекцией. Весь мир признал, что хеликобактер пилори – это патоген. Он в 100% вызывает активный хронический гастрит. Взяли курс еще с киотского консенсуса на массорадикацию. Нет, в России до сих пор господствуют два мнения. Ну, например, о том, что хеликобактер – это комменсал, и не надо его тотально уничтожать. Очень широко распространено, несмотря на то, что уже последовательно вышло 6 мастрихтов, каждый из которых, начиная с третьего, говорил о том, что, ну, как минимум, хеликобактер – это канцероген, да, давайте хотя бы профилактировать рак желудка, который на втором-третьем месте в Российской Федерации. В свое время, это было около, ну, до ковида, за несколько лет, группа наших авторов – Наталья Валерьевна Бакулина, Владимир Ильич Симоненков. Мы ездили по разным городам и читали лекции по хеликобактерной инфекции, и в конце предлагали врачам провести тестирование. Что нас удивило? Сначала удивило, потом не очень. Каждый пятый специалист после лекции, посвященной проблему хеликобактериозу, отказывался принять участие в тестировании на хеликобактер, он просто не хотел знать свой статус. Те, кто все-таки приняли участие, честно сказали, это был каждый второй, что, ну, вы мне присылайте ответ, но даже если будет положительный, нет, антибиотики я принимать не буду. 80% врачей до настоящего времени, это уже исследование Дмитрия Станиславовича Бордина с коллегами, сказали честно, что вот они пролечат хеликобактер, увидят опять положительный ответ, и, скорее всего, повторный курс назначать не будет. Врач, ну, уважаемые коллеги, да, если мы не можем разобраться в своем огороде, да, в своем доме, со своими личными проблемами, как можем мы быть убедительными с нашими врачами, с нашими пациентами. Два исследования, которые меня в свое время поразили. Это исследование, которое было проведено на базе первого медицинского университета в Москве, где сотрудников кафедры, там были практикующие врачи, ординаторы, аспиранты, лаборанты, в общем, всех собрали, 179 человек оказалось, возможно, это было несколько кафедр, задали один вопрос. Случалось ли вам вносить изменения в рекомендации лечащего врача для вас или ваших родных и близких? Ну, то есть, по сути, вопрос шел о доверии своим коллегам. Что оказалось? Никогда из 179 человек ответило только трое. Все остальные посчитали возможным как-то модифицировать назначенное лечение. Стоит ли удивляться, что когда наших пациентов в 50 городах России 28 тысяч опросили, ну и тоже спросили-то вопрос про комплайенс. Вы принимаете все предписанные врачом лекарства? Ну, да, ответило только 39% населения. Ну, как мы и говорили, да, уровень комплайентности очень колеблется от 20, ну максимум до 60%. Наши пациенты часто молчат. О чем они молчат? Ну, о многом. Или, по крайней мере, лукавят. Наверное, к месту будет вспомнить доктора Хауса, да, с его сакраментальной фразой о том, что все врут, ну все пациенты врут. Давайте ее немножечко смягчим и врачебная мудрость опытного специалиста. Данные о количестве употребляемого алкоголя, который сообщает пациентов, нужно удваивать. А если речь идет о физической активности, каждый день, как белка в колесе, но все равно набираю вес, ну разделите как минимум на два. Крупнейшие исследования, ну это американские данные, но тем не менее показали, да, что практически половина наших пациентов врет о статусе курения. Чаще всего это люди до 35 лет. Те, кто старше 35 лет, начинают лукавить по поводу своей физической активности. Мужчины обманывают каждый третий по поводу алкоголя и дозировок. Ну а женщины, каждая пятая, скрывают наличие второго, третьего, там, возможного полового партнера. То есть когда речь идет, да, о какой-то интимной сфере. И это чаще всего женщины 35-45 лет. Очень многие пациенты, практически две третих, скрывают применение альтернативной медицины, ну или адювантной, да, терапии у нас была на эту тему лекция. Почему это происходит? Ну, как вы знаете, у нас у каждого есть свое мнение диванное о том, что происходит в мире, о том, как правильно делать ремонт и о том, как правильно лечить. Ну, если нет своего мнения, я спрошу у доктора Гугла, да, или доктора Яндекса. Так вот, часть пациентов, они уже приходят настроенные, да, на определенную ситуацию, там, как их надо лечить. Они уже все прочитали. И почему анализы изменены, и что врач должен назначить, по сути, вы должны подтвердить их мнение. А вы говорите что-то не то. Не лекарства даете, а говорите про модификацию образа жизни. И пациент замолкает, он молчит, потому что он с вами не согласен. И это каждый второй. Каждый третий на самом деле не понимает тех инструкций, которые ему сказали. Особенно если врач выписывает, уходит в полипрагмазию, выписывает более 5-7 названий лекарственных препаратов, просто перечисляет их. Но очень сложно дома разобраться, какой первый, второй, до, после еды, как долго, да, не все прописывают правильно, как это должно быть. Основная причина. Мы не хотим слышать какие-то нарекания или упреки, особенно во взрослом возрасте. Да, нам это хватает в годиной жизни. Ну, а женщины больше говорят о стеснении. Но, уважаемые коллеги, молчат не только пациенты. Есть ситуации, когда молчат картины. Давайте немножечко отвлечемся от темы лечения и посмотрим на одну из самых известных, наверное, работ Рембрандта, которая правильно называется «Выступление стрелковой роты капитана Франца Баннинга-Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбюрга». Находится она в Рейхс-музеуме. Для нее сейчас выделен отдельный зал после реставрации. Туда даже пускают ночевать каждого миллионного посетителя, провести ночь в музее. Ну, а сейчас она нам известна как картина «Ночной дозор». Но когда в конце 40-х годов было принято решение о реставрации, ее отмыли от копоти, от масла, от жира, от грязи, оказалось, что «Ночной дозор»-то совсем не ночной, а дневной. Посмотрели на тень, которая падает от руки капитана Франца Баннинга-Кока, ну и определили, что время где-то около полудня, ну не позже 14.00. Поэтому правильное название картины – это «Дневной дозор». Есть еще скрытые такие факты. Одна из самых, наверное, почитаемых в русском музее – картин Карла Брилева «Последний день Помпея». Уважаемые коллеги, если сюда приглянуться, вы увидите маленький секретик. Если вы сядете на диванчиках, они очень удобно расположены прямо напротив, и понаблюдаете, пробежетесь глазами по лицам женских персонажей, вы увидите, что это одно и то же лицо. Это возлюбленная, единственная, по-моему, любил всю жизнь Юлию Самойлову. Она за время этой любви успела три раза выйти замуж за других мужчин, но, тем не менее, отношения продолжались. И она практически в каждом женском портрете на данной картине. Там же вы увидите в верхнем левом углу. И автопортрет Брилова, как истинный художник, он спасает самое ценное – это коробку, ящик с красками и с кисточками. Итак, наши пациенты лукавят, молчат, обманывают, как хотите. Есть еще одна ситуация, которая усложняет лечение. Ситуация получила название «non-комплаенс». Он бывает, ну, соответственно, в противоположность от комплаентности. Первичный – когда пациент просто, да, вас выслушал, но он же внутренне не согласен, и он не стал покупать те препараты, которые ему были выписаны. Так происходит в каждом пятом случае. И вторичный «non-комплаенс» – когда пациент послушал, покивал, начал даже лечение, но от него отказался. Что чаще всего является причиной отказа. Чаще всего, и мы это классически можем проследить, ну, вот в гастроэнтрологической практике на эротикционной терапии – это появление нежелательных эффектов. Чаще всего они возникают со стороны желудочно-кишечного тракта в виде антибиотико-ассоциированной диареи. Мы разбирали, что она бывает разная, в том числе идиопатическая, которая не связана никак с классридиальной инфекцией. Такое бывает в 60% случаев. И каждый четвертый досрочно отменит антибактериальные препараты. Я напомню, что такое идиопатическая антибиотико-ассоциированная диарея. Это когда нет повышения температуры, стул не чаще обычно трех раз в сутки, но при этом есть вздутие, избыточное газообразование, какой-то абдоминальный дискомфорт, никакой крови и слизи здесь не будет. Что нужно сделать? Профилактически прикрыть данный побочный эффект. Российская гастроэнтерологическая ассоциация, когда говорит о комплайнсе в случае эрадикации, предлагает нам 6 возможных подходов. Один из них мне очень нравится. Он заключается в том, что нужно честно сказать пациенту, как ему будет плохо во время эрадикации, что почернеет стул на фоне, например, препарата Висмута, почернеет язык, дисгевзия, изменение вкуса, горечь во рту, какой-то дискомфорт в животе. Ну и считается, что если пациент это прослушал, он понимает, что да, такое бывает. Скорее всего, бывает часто, раз врач об этом говорит, хотя это не так. Ну и значит, он уже готов к этой ситуации. Что мы можем сделать? Мы можем еще добавить препараты масляной кислоты. Перед вами результаты исследования на препарате Закофалик, которое было проведено в нашей клинике. Мы набрали 100 человек, разделили их на две группы. Кому-то давали стандартную тройную терапию в группу основную, добавили еще Закофалик, две таблетки утром однократно. Что мы получили? Мы использовали для оценки комплоентности тест Мориски-Грина. При стандартной терапии идет практически 23% пациентов недостаточно комплоентных, ну где от 60 до 80% до приема препарата. Если же мы добавляем Закофальк, количество этих пациентов значимо более чем в два раза уменьшается, ну и повышается эффективность эрадикации. Пациенты не отказываются от приема антибиотиков до последнего дня. Напомню, что сейчас это 14 дней. Ну тогда исследование было несколько лет назад, поэтому схема была немножечко модифицированная. Ну а что главное мы получили? Что у пациентов уменьшаются вот те нежелательные явления, которые заставляют их испытывать дискомфорт на работе или не принимать препараты. Это вздутие, урчание и диарея до трех раз в сутки. Ну и мы зафиксировали большее количество пациентов, которые не испытывали вообще никаких побочных реакций, как будто они ничего не принимали. Очень важный пункт, который меня в свое время удивил, сейчас я знаю этому объяснение, что на фоне приема Закофалька уходит чувство горечи во рту, которое вообще-то характерно для приема препаратов группы макролидов. Это частый симптом, что оказалось, что скорее всего Закофальк убирает горечь путем бутирадзависимой стимуляции выработкой колоноцитами глюкогоноподобного пептида первого типа. Он в свое время, как гормон, способствует расслаблению сфинктера ОДИ, снижается давление в 12-перстной кишке и нормализуется функция билярной системы и вот так косвенно желчный отток. Ну, уважаемые коллеги, это вот один из возможных подходов, но этого мало, потому что Всемирная Организация Здравоохранения написала порядка, ну, выделила 200 факторов, почему наши пациенты нас не слушаются и разделила их на 5 категорий. Здесь есть все, что угодно. Ну, например, вы вовремя приняли пациента, ну, пациент пришел раньше, на полчаса, и он полчаса вас ждал, а у него телефон был разряжен, делать ему было нечего. Он уже придет недовольный вашим приемом, хотя, казалось бы, какие могут быть претензии. Или, например, он очень долго ехал к вам на прием, далеко вы принимаете. Или ему не нравится стоимость приема, там, удаленность его места жительства. Как социум относится вообще к проблеме, с которой он обращается. Улыбнулись ли вы ему, когда приглашали в кабинет, провели ли вы осмотр. В общем, вот все, что угодно. На что мы можем повлиять? На те пункты, которые обусловлены терапией. Сложность режима, длительность лечения, количество препаратов, не уходить в полипрагмазию, ну, и как-то, да, вовремя отрегулировать лечение. К сожалению, исследований, которые бы вообще делали акцент на комплоентности, катастрофически мало. На что все делают акцент? На эффективности и на безопасности терапии. Поэтому мне захотелось привести данный метаанализ 25 рандомизированных контролируемых исследований. Более 25 тысяч было включено по всему миру, на всех пяти континентах набирали. И оценивали 6 молекул, которые зарегистрированы FDA, ингибиторов протонной помпы, ну, как одни из самых популярных в гастроэнтерологии препаратов. И поделили на кластеры, где учитывали не только эффективность, то есть в данном случае это было заживление эрозии при эрозивной форме гастроэцефагальной рефлюксной болезни, но и оценивали приверженность пациентов к лечению. И что оказалось? Что молекула пантапрозола, 40 миллиграмм, относится к одним из самых любимых пациентов. В рамках данного исследования вообще не стояла цель оценить, а почему так произошло, почему пантапрозол полюбили, а вот плохая приверженность была у дексланца прозола, хотя, да, вот, казалось бы, можно же принимать вне зависимости от еды, или там чистота отмены была выше на амепрозоле или рабепрозоле. Уважаемые коллеги, мы можем только предполагать. Что мы знаем? Я в своей практике использую очень широко на Альпазу компании Кырка. Я не помню последний раз, когда я вообще назначала амепрозол. Почему? Потому что амепрозол надо назначать два раза. Он работает 18 часов. Назначу два раза, один раз пациент точно не примет. На Альпаза работает более суток. На самом деле 46 часов, только пациенту об этом знать не надо, и не обязательно, а то он сделает неправильные выводы. Поэтому правильный режим приема препарата не 20 миллиграмм два раза. Нет. На Альпаза принимается 40 миллиграмм однократно с утра. Это очень удобно. Обычно с утра пациент еще все помнит и не забывает принимать препараты. Что еще важно, размер таблетки. Очень часто пациенты говорят, что их раздражает большой размер, что они не могут глотать. А у нас вообще целое поколение растет детей, которые привыкли к сиропам, к каким-то спреям, конфеткам, к растворимым формам. Не научились они глотать таблетки. Или хотят вкусное что-то. Наши японские коллеги проанализировали более 17 тысяч отчетов, где пациенты честно писали, нравится или не нравится размер. И что оказалось? Что большой размер, это если таблетка по трем измерениям больше 21 миллиметра. А если отдельно выделить кластер пожилых людей, им сложно проглатывать любую лекарственную форму, у которой диаметр более 7 миллиметров. Уважаемые коллеги, я думаю, что Альпаза как раз любима пациентами, потому что она имеет оптимальный размер, оптимальную овальную форму, и это 7 миллиметров. Поэтому даже для пожилых она подходит. Ну и то, что пациенты с нами не обсуждают, это их интимная жизнь, но она их волнует. И Альпаза не влияет ни на тестостерон, ни на какой-либо гормональный статус у мужчин. Взяли добровольцев, здоровых, давали им лечебные дозы пантопрозола в течение двух недель. Было несколько точек контроля до лечения, после лечения, вот по всему, что только смогли взять, начиная там Т3, Т4, парад гормон, инсулин, глюкогон, самототропные, там все половые гормоны. Никакой разницы статистической по результатам получено не было. Поэтому можно ли принимать? Можно на интимной сфере не отразиться. Уважаемые коллеги, завершая свой доклад, очень хотелось бы, чтобы вы еще раз полюбовались на очень знакомые нам образы. Кто не знает египетских сфинксов, маску Тутанхамона, самую, наверное, известную в мире картину Леонардо да Винчи из атрибутированных, Мона Лиза, ну и образец женской красоты Венеру Милоскую. Я уверена, что хоть где-то вы это видели. Но теперь давайте чуть-чуть посмотрим под другим углом. Вот так это выглядит с другой стороны. Ну, кто бы мог подумать, да, что у Тутанхамона такой красивый хвостик сзади, полностью подходящий под его бородку. Что у сфинкса, вообще-то, напоминаю, да, это кошка, и у нее есть хвост. Ну, а Венеру Милоскую все искусствоведы, эстеты очень обсуждают за то, что и складки грубые, и спина со сколиозом, ну и мускульс глютерус максимус не такой, как хотелось бы видеть, да, у эталона женской красоты. Поэтому, уважаемые коллеги, я еще раз призываю вас становиться в том числе и на сторону пациента, смотреть его глазами на проблему, ну и постоянно учиться совершенствоваться. Сейчас у нас будет блог с Юлией Валентиновной Шапьера. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. У нас с вами сегодня такая горячая, немножко загадочная тема, роли и границы. И я начну, конечно, с интриги. Наверное, вы помните еще наши зарубежные поездки, когда мы сначала получали визу, сначала получали паспорт, потом ставили в него визу, потом нужно было добраться до границы, стоять в очереди, поджидая, пока суровый пограничник посмотрит на нас, рентгеновским взглядом поставит штемпель, ну или кому-то, может быть, откажет во въезде в страну. Я предлагаю сейчас такой небольшой эксперимент. А представьте, что вы страна. И к вам приходят, приезжают люди, и именно вы должны определить, где находится граница вашей территории, докуда можно, докуда нельзя, где нужно получать въездную визу, где требуется разрешение и т.д. Вы, ну и определены ли правила въезда, на каких условиях вы впускаете людей на свою территорию, при каких случаях вы отказываете во въезде, при каких случаях вы отказываете, накладываете запрет на получение визы на веки вечные и прерываете отношения с этим человеком. Это очень важная штука. Как говорит один мой очень уважаемый коллега, все в мире вопрос либо границ, либо ответственности, но по факту это одно и то же. И определить эти границы принципиально важная штука для того, чтобы понимать, когда к ним приближаются на опасные расстояния, когда их нарушают, что делать в конце концов, если происходит нарушение границ. Вообще мега модная сегодня тема. Если вы пользуетесь социальными сетями, вы, наверное, встречали огромное количество постингов на тему, а, боже мой, что делать? Они нарушили мои границы, какой кошмар. Между тем, это ситуация, которая в коммуникации встречается то и дело. Нам очень важно понимать, что мы делаем в этой ситуации. Если вы сейчас задумались над вопросом, каковы же границы вашей собственной территории и задумались, какие правила въезда туда, если вы страна, но вот здесь мы видим карту совершенно воображаемой стороны, тем не менее, у каждого из нас есть карта своей внутренней территории, совершенно безусловно, то самое время задаться вопросом, а каков ваш внутренний пограничник? Что он делает, когда вы понимаете, что к вашим границам приближается на неподобающее расстояние, на которое вы не хотели бы подпускать, а человек без права въезда на эту территорию? Стреляет ли ваш пограничник без предупреждения? Или он делает вид, что он никого не видит? Или, может быть, на пограничном посту вообще никого нет? И у вас свободные открытые ворота? Вы будете здесь совершенно правы, если скажете мне, смотря в какой ситуации. Так оно и есть, смотря в какой ситуации. И тогда я скажу, что в зависимости от того, в какой роли мы находимся, мы будем по-разному обходиться с границами. Вот такая веселенькая картинка, вроде бы один и тот же человечек, однако он бывает, и родителям, придерживая на руках маленького ребенка, при этом мужем или женой. Мы дети своих родителей, и пока наши родители живы, мы точно останемся их детьми. Мы бываем пациентами, мы бываем водителями. Те из вас, кто живет в Петербурге и нас слушает сейчас, наверное, сегодня, если вы за рулем развлекались на наших засыпанных снегом дорогах. Это отдельная такая история для водителей. А кто-то, как пешеход, перепрыгивал в сугробы и боялся, что человек в роли водителя сейчас окажется не очень аккуратен. Здесь огромное количество ролей. Пассажир, друг, учитель и врач. Ваша роль, которую вы каждый божий день исполняете, играете на своем рабочем месте, это только одна из огромного количества ролей. Тогда если мы будем говорить о том, что такое роль вообще, чем отличается, собственно, профессиональная роль от профессиональной, наверное, мы очень быстро заметим, что наше поведение в зависимости от того, общаюсь я со своей собственной мамой или общаюсь я со своим собственным ребенком, общаюсь я с друзьями или я общаюсь с коллегами по работе, наше поведение будет отличаться. И, в общем, будет совершенно справедливо определить роль как некий набор поведенческих паттернов, набор поведенческих проявлений, которые, очень важная вещь, уместны в контексте. То есть вот в таком-то контексте, в такой-то ситуации уместно, в таком-то контексте, в таком-то ситуации неуместно. Наверное, придя на лекцию, я не буду себя вести как жена, иначе вы будете очень сильно удивлены. То есть мы, заходя в рамки роли и определяя границы этой роли, во-первых, определяем контекст, в котором мы находимся, во-вторых, определяем уместность поведения, которая в этом контексте важна, И тогда уже в-третьих определяем, каким это поведение будет. Исходя из этого, будет правильным, исходя из этого, будет логичным, и определить, собственно, а где же будут проходить границы этой роли. Вот до этого момента я врач, а после этого момента я просто человек. До этого момента я родитель, а после этого момента нет. Я вышла из машины, захлопнула дверь за собой, я больше не водитель, здесь как раз все предельно понятно. Хотя кто-то встает ночью, чтобы посмотреть на свою машину в окно. Вполне себе возможная история. Так где же, да, как нам определить границы этих ролей? Я бы предложила исходить из того, что профессиональная роль – это только часть огромного ролевого набора, который мы в своей жизни исполняем. Ну, правда, если вы займетесь прекрасной работой выписать на бумажку, какое количество ролей вы играете, вы будете удивлены. Потому что то, что я представила здесь, это самое-самое распространенное, есть еще куча всяких других. Упражнение, которое я предлагаю сделать, называется «Матрешка». Совершенно не случайно, да, потому что слой за слоем мы будем описывать вот эти стадии подхода к нашим границам в разных ролях. Я очень нежно отношусь к нашей традиционной русской кукле. Кстати, да, наверное, это тоже немножко про искусство. Самая старая матрешка, которая, собственно, была найдена, исследована искусствоведами, содержала именно семь кукол. Восемь кукол, как, собственно, вы видите на картинке здесь, это была мама и семь дочек. Позднее стали делать семь кукол в целом, мама и шесть дочек, семь я, да, вот от этого, собственно, образовалось слово. Когда в моду пошли матрешки с разнообразными рисунками, если сейчас вы пойдете на какое-то сувенирное торжище, да, зайдете в какой-то сувенирный магазин, вы увидите разнообразие матрешек с городскими пейзажами, с лицами известных людей, кстати, делают очень много матрешек. Сейчас по стандартам, по канонам разрешено делать матрешек с меньшим количеством кукол, но главное, чтобы было не меньше трех. То есть многослойность остается. Если мы представим, что мы подпускаем к себе людей по определенным правилам въезда, в каждой роли эти правила въезда разные, естественно, что вы своим детям позволяете подобраться гораздо ближе, и, наверное, они видят куколок, которые глубже находятся, а, например, пациенты видят, может быть, первую, вторую куколку. Вот это есть смысл даже порисовать концентрическими кругами, начав с самой большой, да, самой фасадной куклы. Это фасад. Это то, что вы видите, собственно, когда встречаетесь с кем-то в транспорте, это то, что вы видите, когда там здороваетесь со случайными соседями у себя во дворе. Какой ваш фасад? Что эта кукла демонстрирует? А что она хочет показать миру? Кому вы ее показываете? Ну, фасад, наверное, всем. При каких условиях человек увидит следующую куколку, да, при каких условиях вы подпустите и кого, да, к себе поближе, при каких условиях ваш пограничник выдаст визу на въезд? И это очень важная штука, вот это исследование для того, чтобы мы поняли, как происходит проникновение в наши границы, как мы разрешаем или не разрешаем проникновение внутрь, как мы отказываем, если люди уже зашли. Кстати, это тоже очень важный вопрос, да, что должно произойти, чтобы вы закрыли человеку вход и перевели его снова на уровень тех, кто видит только фасад, но не видит каких-то более глубоких слоев вашей персоны. И у кого-то это услышал, что не читал Бродского, все, я больше с тобой не разговариваю, ты Бродского не читал, о чем можно вообще с тобой говорить? А у кого-то это политические несогласия, а у кого-то это бытовые несовместности, да, здесь надо очень хорошо понимать про себя. Когда вы сделаете эту работу, будет понятно, каким образом и как вы будете проявляться в профессиональной сфере тоже, и там можно будет гораздо проще очертить границу, потому что это одна из тех ролей, которые вы исполняете. Мы помним, что врач – это только одна из тех ролей, которые у нас есть в важливом наборе. Нет врача, если нет пациента, да, до той поры, пока я не села за руль, я не водитель, до той поры, пока я не начала прием, я не психолог, до той поры, пока я не начала лекцию, я не учитель. Врач и пациент – это всегда связка, да, те функциональные роли, которые исполняются вместе. Я вас прошу сейчас посмотреть на список, который я создала для вас на этом слайде, и вспомнить те ситуации, когда вы, будучи на работе, или себя по отношению к пациенту как учитель, потому что это вообще обыденность в профессиональной деятельности медицинского сотрудника, потому что просеотическую функцию никто с вас не снимет, увы. И пациенту зачастую приходится рассказывать азы, потому что, ну да, в самом деле человек может быть великолепным бухгалтером и абсолютно маленькие познания иметь в отношении функционирования собственного организма. Вспомните, пожалуйста, вели ли вы когда-нибудь себя как судья, знаете, я не доктор, но когда я смотрю какой-нибудь фильм и вижу там комиссию по пересадке какого-либо органа, я каждый раз думаю, как хорошо, что мне не приходится принимать это решение, да, потому что, ну, это правда судилище, это правда вердикт, который определит жизнь человека в дальнейшую, ну, либо не жизнь, да, если ему не достается. Как пример, ну, вы ставите диагноз, как вы оглашаете это, как вы делаете это. Вспомните, когда вы вели себя как друг, одна из самых тяжелых позиций в медицине, одна из самых опасных для врача и для пациента на самом деле тоже, потому что дает ему ложное представление о том, что врач возьмет его за руку и пойдет с ним в светлое будущее через все тернии его заболевания, хотя на самом деле это совершенно не входит в границу профессиональной роли врача, тем не менее, пациенты на это нас провоцируют, это совершенно нормальная история. Велись ли когда-нибудь? Были ли вы родителям по отношению к пациенту? В одной из предыдущих лекций мы с вами затрагивали вопрос смены эгосостояния в врачебной коммуникации, и говорили о том, что пациент в силу ситуации, в силу своего особенного эмоционального состояния, в силу болезни, зачастую входит в эгосостояние ребенка, в так называемый психологический регресс, и провоцирует доктора за ним позицию родителя. Было? Да почти наверняка. Были ли вы слугой своему пациенту? Становились ли вы в роль волшебника? Ну, или, уж совсем упаси бог, спасателя, что очень часто манит нас в помогающей профессии, что очень часто зовет нас в белом плаще, да, вот сейчас спасти людей. Это, в общем, такой хороший путь к профессиональному выгоранию, и хороший путь к тому, чтобы поломать отношения с пациентом, потому что, на самом деле, нет, врач не может все. Или еще какие-то роли были в вашей жизни по отношению к пациенту? Вот, пожалуйста, будьте внимательны, да, сейчас делайте маленький анализ, а я пока продолжу рассказывать, что же является функциональным наполнением взаимодействия врач-пациент, если мы говорим о ролях. По большому счету, все, что вы видите на экране, исчерпывает функционал, да, потому что врач лечит. Это что? Собирает анамнез, выдвигает гипотезу, пользуясь своими знаниями, эту гипотезу подтверждает или опровергает, запрашивает, назначает дополнительные исследования, рихтует гипотезу, уточняет ее, назначает лечение, поддерживает пациента в этом лечении, формируя его приверженности, о которой вот только что говорила Татьяна Алексеевна, помогает пациенту обойти до результата, корректирует лечение, если нужно, точка, да, на этом месте все. Нет, врач не сопровождает пациента в его жизни, нет, врач не участвует в, скажем, каких-то событиях пациентской жизни, врач может их принимать к сведению, но только в контексте, насколько это влияет на лечебный процесс. Пациент лечится, что это значит? Исполняет назначение врача, остается с ним в контакте, делится с ними сомнениями, обращается за поддержкой, действуя в рамках взаимодействия ролей врач-пациент. А это значит, что пациент не раздобывает ваш телефон, это вот кейс, который недавно буквально мне принесли на разбор, когда пациент где-то раздобыл телефон врача, и на этом месте, личная жизнь врача немножечко затрещала, ну, потому что здесь надо либо сим-карту менять, либо предпринимать какие-то другие действия, то есть, собственно, вводить пациенту в его пациентскую роль. Очень важно понимать, да, я доктор, не больше и не меньше, не спасатель, не спаситель, не друг этому человеку, я доктор, который здесь за тем, чтобы помочь ему всецело, заботясь о его физическом и психологическом состоянии, помочь ему получить свой медицинский результат, решить свою медицинскую задачу, если это возможно и насколько это возможно. Почему пациент делает это, почему он выломается за границы своей роли? Вот если коротко сказать, из страха. Пациенту страшно, он не понимает, что с ним происходит, я напомню, он не доктор, но даже если пациент врач, ну, никто из стоматологов не лечит сам себе зубы, мы знаем об историческом факте удаления себя аппендицита самостоятельно, но это скорее экстрим, чем правило, да, все равно доктор идет к другому доктору, хотя понятно, что общий язык находится быстрее. Из страха пациенту страшно от того, что с ним происходит, пациенту страшно от того, что он не понимает, что с ним происходит, он не видит перспективы, его это тоже пугает, и он пытается так или иначе получить немножечко больше доктора, немножечко больше времени доктора, немножко больше внимания доктора, немножко больше особенного отношения доктора, То есть, собственно, он защищается, используя врача как щит перед ужасом ситуации, по которой он оказался. Что делать врачу, как его остановить, как вернуть пациента в рамки роли? Коллеги, во-первых, я повторю, что первое и самое важное, с чего мы начинаем, оставаться самому в границах своей роли. Если вы надели белый плащ спасателя, ну тут, к сожалению, кроме вас себя никто не остановит, и пациент может оказаться разочарованным, потому что вы не спасатель. И вы потратите все свои силы и, возможно, не спасете его, эти случаи, которые в медицине есть, пациент проходит свой путь. Если вы надели фуражку командира, который сейчас твердой рукой поведет пациента куда-то, то, к сожалению, в тот момент, когда пациенту нужно будет сделать собственный выбор, он окажется совершенно беспомощным, он скажет, а вы как скажете? А ему самому надо принимать решение, и самому в том числе, например, принимать решение продолжать терапию, хотя он имеет неприятные симптомы. Если вы благополучно остаетесь в границе своей профессиональной роли, понимая, что вы врач, врач не больше и не меньше, то здесь на помощь придет так называемое ассертивное поведение, как навык. Это просто умение говорить с уважением к себе и другому о своих интересах, понимать, когда мои границы нарушаются, и сообщать об этом без агрессии, без давления, но четко и внятно. Значение ассертивности в медицине уже давно признано, я даю здесь ссылку на статью, которую разместил на своем сайте Клиника Мои, и они на английском языке, довольно легко, мне кажется, переводятся, где говорится о том, как ассертивное поведение уменьшает стресс за счет улучшения взаимодействия между вами и пациентом. На самом деле, статей много, материалов много, сейчас эта тема немножко отошла на задний план, хотя вот еще там десятки лет назад она была прям на гребне, мне кажется, пора ее поднимать. Что, собственно, это такое? Я привела здесь пример нежно мною любимый, я очень люблю фильм «Собачье сердце», и вот этот прекрасный момент, когда профессора Преображенского уговаривают приобрести несколько журналов в пользу детей Германии, и задают ему вопрос, а вы почему отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. Жалеете по полтиннику? Нет. Так почему же вы не берете? Не хочу. Неотъемлемое право человека на отказ равно неотъемлемое право человека на удерживание своих границ. И вот этот диалог, да, в принципе, дает нам модель, которую мы можем использовать в дальнейшем. И здесь я скажу сразу, никто из нас с этим навыком не родился. Никто из нас, и даже скорее всего, если вы старше 35 лет, скорее всего, вас этому навыку не учили, а даже наоборот отшибали этот навык, который, может быть, в детстве-то как раз у детей и начинает формироваться. Поэтому, если вы хотите демонстрировать ассертивное поведение, репетируйте. Как балерина у станка репетирует свои движения, это адский труд, все-таки коммуникативная репетиция не настолько сложна, но то, что вы делаете заранее, сильно выручит вас в тот момент, когда вы окажетесь в ситуации, где нужно будет защищать свои границы, где нужно будет вашему внутреннему пограничнику выйти и постоять. Что важно? Заранее отработать язык в тело. Чаще смотрите в зеркало, особенно если вы разговариваете по телефону, чтобы понять, как ваши эмоции, как ваши переживания отражаются на вашем лице и на ваших движениях. Очень важно, когда вы говорите отказывающую формулу, когда вы говорите стоп в той или иной форме, очень важно продолжать держать зрительный контакт с тем человеком, с которым вы разговариваете. И пусть это будет прямой, открытый взгляд, без агрессии, но очень четкий. Здесь не должно быть закрытой позы, здесь не должно быть резких движений, здесь не должно быть жестов, которые направлены в сторону человека, которому вы отказываете. Мягкая расслабленная поза, мягкая сутулость, попробую показать, тоже очень хорошо работает, потому что это признак расслабленного тела. Но вы не напряжены, при этом вы отказываете. Нет агрессии, есть твердость. И, конечно, есть смысл заранее озаботиться и заготовить речевые конструкции, причем повторить их несколько раз. И, может быть, в первую очередь не в ситуациях работы, не в ситуациях профессионального какого-то напряжения, когда цена вопроса меньше. Наши близкие, конечно, знают, как к нам подобраться, наши близкие знают, как взломать наши границы. Но и отношения там выстроены совершенно иначе, цена вопроса, естественно, другая. Как вариант, я приготовила для вас примеры тех речевых конструкций, которые можно использовать. Главное и самое важное, словами через рот проговаривать. Как врач, я вижу ситуацию вот так-то. Как врач, я не могу пойти тем вариантом, которым вы предлагаете пойти. Как врач, я не могу себе позволить, как врач, я принимаю вот такое, я рекомендую вот такое-то решение. Я предпочитаю такой-то вариант. Когда вы проговариваете это через рот, вы, собственно, даете своему пациенту понять в очередной раз. Я врач. Не меньше и не больше. Я врач. Вот мои границы. Я врач-то пациент. Я ничего не могу сделать, я не могу это сделать, я не могу так поступить, потому что, если перед вами человек, который хорошо понимает рациональные аргументы, почему бы ему не объяснить причины, по которым вы не можете это сделать. Потому что это противозаконно, потому что это противоречит моим правилам, потому что и так далее. Это потому что у меня нет времени, потому что моя загрузка вот такова. Потому что этим вопросом занимается другой человек. Например. Сейчас я не располагаю временем, давайте поговорим об этом через неделю, когда пациент придет к вам на следующий прием и займет не время сверхприема сейчас, задерживая, может быть, уже людей, которые сидят за вашей дверью, придет и в свое время обсудит какой-то вопрос. Я предлагаю другое решение. Вы закрываете одну дверь отказом, но вы открываете другую и ведете пациента туда, куда вы считаете нужным и важным его вести. Иногда отказ прямой. Да, я понимаю, что ситуация непростая, к сожалению, я не могу здесь помочь. Эти конструкции порой приходится повторять несколько раз для того, чтобы оказаться услышанным. Но оно того стоит, потому что, если уж говорить о комплайенсе, то именно четкое соблюдение границ профессиональных ролей как раз и помогает сделать пациента приверженным, сделать контакт между вами хорошим, соответственно, получать хороший результат, но и не выгорать. Продолжение следует...